В штате Вирджиния начался процесс в отношении бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, которого обвиняют в финансовых и налоговых преступлениях. Процесс будет сосредоточен на консалтинговой работе Манафорта в Украине, где он заработал около 60 миллионов долларов и не заплатил с них налоги. Однако в ходе судебного процесса могут появиться дополнительные детали сотрудничества ответчика с Россией. Дело может иметь широкий политический резонанс в условиях, когда команда Мюллера добивается возможности допросить главу государства, а Трамп усиливает атаки на расследование, которое он называет охотой на ведьм. За несколько часов до начала процесса президент Трамп написал в Твиттере «Сговор — это не преступление, но это не имеет значения, потому что не было никакого сговора, кроме того, который совершила мошенница Хиллари и демократы». Окружной судья ТС Эллис Третий, который председательствует на судебном процессе, предупредил прокуроров, чтобы они проявляли сдержанность, отметив сложившуюся антипатию в отношении России. Обвинители, в свою очередь, пообещали не использовать доказательства сговора с Россией в этом процессе, который может продлиться около месяца. Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа на протяжении трех месяцев и в июне 2016 года принимал участие во встрече, в ходе которой россияне предложили сотрудникам штаба информацию, порочащую соперника Трампа на выборах кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон.